Сегодня я договаривалась насчет балкона. Ох, девочки, пришел сейчас мужчина, посчитал, все. Едем, в общем-то, в Старый Черкасск. Жарим, парим, встречаем гостей. Горячо? Обнял, поднял, заплакал. Так вот рисуешь, замороженную прямо сюда. Всем доброе утро. Я только продерла глаза. Я знаю, что правильно говорить, продрала. А может быть, вообще даже такого слова нет. Но я продерла свои глаза, что мне это слово больше нравится. Вот вам с утра пораньше мои истины. Истины моего бытия. Странно, я в последнее время, когда говорю и держу камеру, я чувствую, как она вибрирует. Или она просто вибрирует. Она вибрирует. Что за прикол? Камера вибрирует, прикиньте. Я думаю, что за фигня. Вчера тоже записывала. И она не все время. Она раз, сейчас перестала вибрировать. Потом раз. Вибра какой-то. Что это такое? Интересно. Ладно. Разберемся потом. Сейчас я проснулась. Девочки, я вчера, блин, вообще звонила, извинялась мастеру. Прикиньте. Позвонила днем мастеру, чтобы мы договорились с ним, что он приедет где-то в 7 часов. Я пошла за малым. В садике там сказали, что он плохо себя вел. Не слушал, не слушался, тра-ля-ля. А там день рождения у кого-то были, угощения мне дали. Я говорю, все, угощения не получишь. Начала, короче, его ругать. Ругаю. Ну, в смысле, что так нельзя себя вести. Вот это нельзя делать. Да и угощения ты не получишь, если ты будешь себя так вести. Тра-ля-ля. Короче, пока он не пообещал мне, что он будет хорошо себя вести. Пока не согласился. Пока спокойно меня не выслушал. Пока вот все это мы не обговорили. И вот это, короче, все пока происходило. И нежно там держать лицо, что я ругаюсь. Потому что очень смешно, когда он что-то начинает говорить. Просто мы даже вот с воспитательницей рядом стояли. Просто ржач. Ну, как мы взрослые люди понимаем. Ну, ребенок, блин, это очень ржачно. Когда он начинает что-то говорить. Короче. В общем, я собрала волю в кулак. Потому что нужно показывать характер и, ну, как бы, вот это вот безбаловство. Чтобы он не думал, что это сюзички-пусчики, ля-ля-люсечки, игрушечки. Ну, короче, пока то-то дело. Я вообще забыла, что звонила этому мастеру, представляете? И еще более того. У меня было два каких-то пропущенных с незнакомого номера. И я думаю, кто это мог звонить? Вот прикиньте, насколько вылетело все из головы. Ну, и все. Время, короче, без 15.10 где-то. Я стою, мою посуду. И просто меня осеняет, что сегодня я договаривалась насчет балкона. Думаю, гля, а что он не звонил? Я вспоминаю два пропущенных. Думаю, ё-моё, человек звонил. А может быть, он из центра. Ехал сюда, стоял здесь, не мог, блин, дозвониться и уехал. Думаю, боже, какой стыд. Как мне неудобно. Я все бросаю, звоню, ну, короче, там все об извинениях. Говорю, вот так, вот так. А он говорит, да я только выехал. Сел в машину, только позвонил. Не берете. Я думала, планы, может, поменялись. Я говорю, так вы не выехали? Он такой, нет. Я говорю, ой, хорошо. Говорю, просто, говорю, пока садик, где ребенок. Говорю, вот это вот все. И я просто забыла реально. И даже не поняла, что за пропущенный. Думаю, кто мне звонил? Ну, такой, да ничего страшного, траля-ля. И я говорю, вы по выходным не ездите? Он говорит, да могу. И вот, сказал, приедет. И я как раз думаю, пока буду дома. Я ему сказала, уже адрес. Я говорю, если вы не дозвонитесь, просто звоните в домофон. Мы в это время будем дома. Домофон будет на всю квартиру звонить. Он говорит, хорошо. Вот, вчера вечером прибрала чуть-чуть прихожую, детскую. И вот эту вот, свою комнату, короче, там вообще вещей перебирать надо очень много. Ну, балкон забален, и ладно, ему, его разбирать только перед тем, как делать уже. Там очень много вещей всегда. Вот такой мой завтрак сегодня. Это овсянка долгого приготовления. Дэнни тоже сидит, овсянку кушает. Здесь яблочки нарезала, кураги нету еще. Здесь у меня семена льна немного. И эти, зеленые, не помню, чьи-то, чьи-то косточки. Вот, и немного полила 0% манговым таким сиропом, чтобы было все такое сочненькое, сладенькое. Вот такой завтрак. 50 грамм в сыром виде овсянки. Ну, и пол яблочка. Кстати, вторую часть я сварила сразу на две порции. Вторую часть я поставила в холодильник. И я тоже хочу ее сделать завтра, может быть, примерно такой же, но холодной поесть. Потому что, я помню, я заказывала во вкус Вилл холодную с яблоками. Овсянку мне очень понравилось. Ох, девочки, пришел сейчас мужчина, посчитал все. Короче, вышло все на 102 тысячи. Но, чтобы вы понимали, это без полов, без утепления. Ни хрена себе, сказала я себе. Это одна обшивка балкона в круговую. Он посчитал 60 тысяч. 60 тысяч. Хотя, мне кажется, а что там обшивать? Реально, по метражу там вообще нечего обшивать. 60 тысяч? Мне кажется, это много. Но только он сказал, что обшивка в круговую 60 тысяч. Я думаю, что пластиком? Как-то дорого. Хотя, вроде бы, цены написаны там такое. Все бюджетно, бюджетно. Я немного в шоке. Но он сказал, что цены поднялись раза в три на все это дело. Фух. Надо, короче, наверное, еще кого-то позвать. Пусть еще кто-нибудь посчитает. Я уже тогда пойму. Так, ну что, мы вышли из дома на аэро-йогу. У нас сейчас будет аэро-йога. Взяла кое-какие вещи с собой. Наполовину переоделась уже. Сейчас обувь только переодену. И кофточку. Решила в лосинах пойти, чтобы быстрее, короче, было. Вот. Деньку в детскую. Ну что, мои хорошие, мы приехали. Сейчас пойду на тренировку. Вся в предвкушении, если честно. Приехали на 25 минут раньше. Сейчас пока Деньку заведу. То есть все. Ты готов? Да. Короче, представляете, прихожу сейчас, а детская, у них перерыв с двух часов, с 14, короче, до 14.30. А у меня занятие аэро-йогой с 14.00 до 14.55. Ну, короче. То есть на аэро-йогу мало того, что ты ходишь платно, и в выходной день ты не можешь прийти, как бы вот. Ну, то есть это только для бездетных, наверное, да. То есть у тебя еще и перерыв, блин. Охренеть просто. Ну, я не знаю, может быть, сейчас пустят меня в зал с ним. Может, он где-нибудь в уголочке сядет и будет смотреть мультики. Я не знаю, честно говоря. Может, нас и не пустят. Ну, короче, я переоденусь на всякий случай. Так, на йогу я решила вот так одеться. Постирала кофточку, что все равно какие-то волосы. Короче говоря, сейчас могут нас просто не пустить. Это хорошо, что я не опоздала, а пораньше пришла. Я бы сейчас так злилась. Злилась бы от того, что я опаздываю. Плюс еще такие закрыто все. Я бы такая в афиге была. А санировав, я бы могла вообще растеряться, что мне делать. Все, сели. Еще 15 минут. Там везде занимаются вообще другие люди. Мне казалось, что нужны эти гамаки. Ну, там же в каких-то гамаках специальных упражнений идут. Если несколько человек, нужно их, наверное, подвесить, как-то подготовить заранее там. Вот. Ну, ничего не знаю. Ничего пока не подготовлено. Так как сижу, не поймал все, что меня ждет. Подвешиваются вот такие гамаки всего за 2 секундочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Фух, ну что, кружки, делюсь с вами впечатлениями вообще. Ну, мне понравилось. У меня, в принципе, все получалось. Даже когда она говорила, вот, многие боятся, тара-та-та. Одно упражнение только. Мне страшно было, что я либо упаду, как-то перевернусь. Не знаю, почему. Оно достаточно простое, но мне почему-то казалось, что я могу упасть. Или я ногами окно пробью, мне казалось. Вот, но оно оказалось такое легкое, классное вообще. Супер, мне понравилось. И куча еще прикольных штук есть там, когда, знаете, закручиваешься, закручиваешься наверх, потом отпускаешь, бросаешь все, и падаешь как бы в свободном падении, и тебя задержат. Я хочу тоже. Короче, я бы походила, тоже позанималась, только единственное, что с малышом немного неудобно. У нас все, всегда вот это время, выходной, получается, в детской. А он все-таки отвлекает. У нас есть 5 минут расслабления, она такая, открываем глазки, траля-ля-ля, и Деня такой, лаля-ля-ля. Я говорю, да, сейчас Деня быстро всех выведет из транса. Вот, поэтому... И он еще мне телефон заблокировал, уже, наверное, разблокировал. Все, он его выключил, включил, естественно, пароль, не знаю, отпечаток пальца не сработал, и все. И он... И телефон заблокировался у меня на 10 минут. Короче, телефон тоже не варик ему давать, чтобы он отвлекся. Поэтому, если в субботу на аэро-йогу, это надо его либо оставлять с мамой там на пару часов, либо я не знаю, что... Короче, кто не пробовал, я рекомендую попробовать. Это прикольная вещица. У меня очень потянулись ягодицы, опять же, растяжка очень хорошая там. Ну, ее как-то прикольно, легко даже делать, комфортно. Вот. В общем, в воскресенье отдыхаем, и в понедельник с Настей топим. Я еще прическу в порядок так и не привела. Ой, как красиво. Пошли. Нам надо купить кофе. Ой, заходи, мы не туда приехали. На второй этаж совершенно никто не нажал. Второй. Мы на третий приехали. Да-да-да. Да. Да-да-да. Короче, такая красотища. Нам нужно купить кофе мой, потому что там у меня все закончилось, кстати. И попушить. Так, подумала, что в Макдональдсе вместо бургера можно взять вот такой Цезарь салат. Но я смотрю, что он тоже, знаете, в панировке, все дела. И, короче, это, думала уже диетически получится, но нет. Ну, ладно. И соус Цезарь еще взяла. Нужно оливковое масло брать, но я подумала, что соусом будет вкуснее, но я просто не думала, что... Ну, ладно, в обед можно. Все, обошла все магазины, выбирала Дэнни кепку. Короче, легла больше всех вот эта, снова в детском мире. Причем я говорю, Дэн, где мы тебе покупали кепку зеленую? Он говорит мне, в детском мире, представляете? Я говорю, серьезно, в детском мире? И вот мы сейчас зашли, и он видит свою кепку и говорит, вот, мам, моя кепка. И, короче, похожее взяли. Мне нравится с круглым козырьком. Вот с таким закругленным не очень нравится. Не очень ему идет, мне кажется. В общем, взяли такое. А то кепки все время пачкаются, и я не всегда успеваю их стирать. Пусть запаснавают. Пытаем счастье. Нажимай! Да, блин, в последнее время одна все время. У нас один раз было три или четыре. Один раз, наверное, больше никогда не будет. Все, мы пришли домой. У меня болит вся задняя поверхность бедра. Очень хорошо потянули. Вот там вот мы все это делали. Шпагат тянули, все дела. Но я все равно довольно счастлива. Сейчас пришли домой. И, представляете, заказ делала с утра. С утра делала заказ, потому что молока не было. И там был заказ, типа, заказать на вечер. То есть с 8 до 9 мне предоставят все. Я, естественно, все успешно забыла. Но вспоминаю, что что-то в Ленте, по-моему, там до 8 часов заказ делают. Сейчас время без 27. Я же прибегаю домой. Такая думала, еще в машине заказ делать, чтобы на вечер привезли еду. И молоко, чтобы уже с утра было. И в итоге прихожу сейчас, начинаю оформлять все это, типа, оформить. Они мне предлагают на завтра уже. Видимо, потому что суббота. А, потому что суббота, наверное, сегодня короткие. Блин. Короче, завтра с 10 до 11 я буду ждать свой заказ. Заказала там молока, уже обращала внимание на всякие творожки и все такое, чтобы там было меньше всего жирности, чтобы было с пониженным содержанием сахара. Все равно что-то еще такое. Вот. В покупках. Заменяю, короче, все, что у меня есть в холодильнике на более полезные продукты. Вот. Сейчас покушали нормально, кстати, в Макдональдсе нормально вот этот вкусный салатик был. И он прям легкий, и прям я все равно голодная. Там панировка вот эта была, она заменяла как раз-таки сухарики. В Цезаре сухарики же идут. И вот как раз панировка, она вот нежирная прям была, потому что там грудка. Прям нормально. Зайчик, аккуратно там, а не разгроми ванну, пожалуйста. Вот. Не стала, короче, никуда идти. Засунула ребенка в ванну и дала ему этот водяной пистолет. Он теперь, он, знаете, как мы, короче, помните, в Экспрессе продавались такие книжки, которые раскрашиваются, и в ванне можно с ними играть. То есть их мочишь, они раскрашиваются. Потом они высыхают, и снова белый рисунок. Короче, из полиэтилена такие. Я поставила ему эти книжки, листаю, а он берет с водяного пистолета на расстоянии, там, пытается раскрасить эту картинку. Прикольно, мне кажется. Ему нравится. Раскрашивает. Надо найти еще книжки тут, одну только нашла. Короче говоря, сейчас я что-нибудь сделаю, какой-то перекус. Не знаю, салатик, что-нибудь хочется мне похрумкать. Вот. И будем смотреть сериальчики, готовятся к завтрашнему дню. Завтра день, ой, фу, день рождения. Завтра выходной будет у Насти, у Насти, у Виталика. Вот. Может быть, куда-нибудь отправимся с ними. Сегодня я купила кофе Орех Макадамии. Мой. Один из любимых моих фаворитов. Толя кофе. Только увидела здесь. И взяла капучино. Очень мягкий. Он почти классический, но с легким таким, знаете, шоколадным каким-то вкусом. Всем доброе утро. Пришел мой заказик. Небольшой. Ну, то, что постоянно я беру, я уже убрала. Вот молоко. Сейчас буду делать кофе. Вот. Что я заказала? Смотрите, для салата с морской солью. Вот это я нашла самой низкой жирности. Здесь 25% жирности вот у этого сливочного сыра. Это помидоры, огурцы и вот такой сырок. Еще, блин, забыла лист салата взять еще. Короче, добавлю. Потом это я взяла для того, чтобы овсянку делать. Вот сейчас овсянку покажу. Вот моя овсяночка. И вот здесь я сегодня добавила яблочки. Кстати, можно еще добавить немного вот этой вот... Это клюквы, по-моему. Клюква или что это? Да, клюква сушеная. Вот. Здесь у меня семена льна, тыквенные семечки. И маракуйя полила я низкокалорийным. Вот. Кефирчик. Однопроцентный. Это я взяла, чтобы гранолу заливать. Нашла гранолу. Смотрите. Она здесь идет, короче, без сахара, по-моему. То есть она запеченная такая, да, но она здесь... Так, без паревого масла, готовый завтрак. Именно фитнес, видите? Секрет. Так, а что тут что-то прям вот без сахара, по-моему, было. Поэтому я ее взяла. Потому что вся остальная гранола, она идет с сахаром прям вообще конкретно. Вот я хочу попробовать. Взяла один и два. Это лайт. Это классик. Вот этот, наверное, еще более... А, вот, низкое содержание сахара. А, вот этот с низким содержанием сахара. А этот с обычным, наверное, содержанием сахара. Короче, я попробую, расскажу вам потом. Если с низким содержанием сахара будет нормально, вкусно, то я буду такой убрать. Они, видите, вот такие маленькие были. Ладно. Потом я нашла йогурт. Еще вот такой 15%, ой, полтора процента йогурт идет вот такой. Вот, и здесь у нас либо малинка внизу, либо это. Вот, кстати, насколько сахара тут все это. Ну, короче, вот диета. Диета из буфета называется. Решила попробовать. Вот. И хлебцы мы любим с Данькой. Хлебцы он ест. Я такие ем. Ну, вместо хлеба. Да. Ну, или там бутербродик какой-то сделать. Вот бесит меня, знаете что? Я вам два часа назад показала свой завтрак. Потом пришел курьер. Пришел курьер. Я вам засняла, что я заказала чуть-чуть, да. Там еще пельмешки детские, которые все время берем. Просто я уже не стала одно и то же показывать. Сразу их в морозильник положила. И так я думаю, о, пришли новые продукты. Надо старые скорее убирать. У меня было много кефира, который уже там прокис. Что-то свежее, что-то прокисло. Короче, три пачки. Я сложила три пачки. Я очень люблю делать оладьки из прокисшего. Именно из прокисшего кефира. Они получаются очень вкусные, такие с кислиночкой. Класс. И, короче, наболтала я все это пока. Здесь я муку разводила. Вот, наболтала. Для оладушков сейчас буду жарить денчики. Потом решила поубирать кухню, короче. Я еще кофе себе не налила. Как бутылка стояла, так и стояла. И я такая сейчас сажусь спустя два часа. Ем сейчас и думаю. Вот мне девочки пишут. Силь, когда ты все успеваешь? Да блин, я даже позавтракать не могу. Позавтракать не могу. У меня то одно, то второе, то третье. Параллельно я пишу брату, что вы собираетесь делать? Параллельно у меня выводится влог, который я вам должна вывести. Выложить сегодня. Просто. Писит. Ой, созвонились с братом. Пока я с ним договорила, съела всю, вообще, всю овсяночку. Молодец. Я сказала ему, что буду делать оладушки сейчас. И они с Настей сейчас приедут ко мне. Тем более для брата заказывала. Кто видел на моем втором канале. Заказывала кучу там всяких антиперспирантов, кремов, там барбершоп, там гели и шампуни, короче. Еще шорты ему заказала. Я говорю, давай приезжай. В общем, сейчас они приедут, я их угощу оладушками. Сегодня у них, конечно, планы грандионовские. Грандионовские. Грандиозные планы у них и сегодня, и в ближайшее время. Что-то такие грандиозные планы. Я боюсь, что вот он мне когда рассказывает, вот так, вот так, вот так. И я такая думаю, блин, ну я не выдержу. Я могу быстро устать. Не захочется быстро домой. Думаю, может, и не стоит тогда выезжать. Короче, они собираются Наташу сегодня забрать с работы пораньше. И поехать куда-то в те районы, которые я не знаю. Особенно я не люблю ездить туда. Куда я не знаю, потому что я не знаю, как будет дорога, как будет тяжело. Найдем мы что-то, не найдем вот эти приключения. Раньше было интересно. А вот с ребенком уже хочется как-то комфорта. Уже хочется конкретно приехать куда-то, где знаешь, как будет тебе. Да, там вот все, все чисто, людей мало, все хорошо, все комфортно, короче. Вот. А брат у меня еще любит приключения какие-то, что-то там вот тут энергии еще много. Вот. Ну, вообще, молодая семья, энергии много. Вот. А я уже все такая вздыхаю. Вот как важно еще, знаете, недавно, кстати, думала, сейчас скажу. Недавно, кстати, сижу и думаю об этом, что вот у меня с детства было такое, знаете, понимание, что до 30 гуляй, а после 30 типа заводи детей. Ну, это у меня такая была установка, мне как-то посоветовала моя соседка, подруга, моя мама, да, она как-то так вот мне сказала, и оно отложилось. И вот хоть я, может быть, и думала о том, что там раньше, да, там, или еще что-то, все равно как-то установка сработала. И именно в 30, вот, в 30 я родила. В 30, в 30 или 31 я уже родила. В 30 забеременела, в 29, не помню, короче. Ну, вот этот рубеж, ну, 30 лет, короче. Еще в 30 лет, как установка сработала, так и было. С другой стороны, уже даже сейчас мне 36, вот, будет, да, через месяц. И я вам скажу, что уже не на все сил хватает. Уже ты не можешь где-то ребенку дать вот этого, оп-па-па, там, знаете, веселье, кураж, куда-то пойти, приключения, вот это все. Потому что хочется больше отдыха. Особенности ты работаешь еще, да, хочется какого-то спокойного. И как бы ты уже, ну, как бы, энергия не та, что в 25, даже в 29. Даже в 29 энергии было больше. Вот, и поэтому я бы не давала такую установку, на самом деле, на 30 лет. Я бы давала такую установку. Это вообще все зависит от человека, вот реально. Есть девочки, которые готовы к детям намного раньше. Они находят свою половинку, они воспитываются в такой семье, где нет вот этих тусовок, знаете. Это я была такая, для меня, может быть, это подходило. Хотя я бы хотела сейчас себе больше энергии какой-то, да, больше приключений, больше какого-то бесстрашия. Вот, чтобы вот как-то вот все вот так вот было. Выходные проводить вот куда-нибудь, умчать куда-нибудь. Что будет там, я имею в виду веселье, условия, неважно. Вот. И мне, я была такая тусовщица, на самом деле, вот в детстве, вот в 16 лет у меня началось вот это вот все, да. И, то есть я приехала в другой город жить, да, то есть тусовки, какая-то жизнь такая вся, знаете. Как говорят иногда, прожигаешь свою жизнь, да. Но мне было весело, мне есть что вспомнить, мне есть о чем рассказать. У меня много опыта благодаря этому. А опыт это я очень ценю, потому что опыт это я, выточил из меня характер, что-то, ну, очень много всего, да, все мне это дело дало. Поэтому мне это важно, но не всем это важно, и не всем это интересно. Еще раз повторю, что есть девочки, которые воспитываются в спокойных семьях, да, где, ну, семья как бы, да. Какие тусовки, они в клубы не ходят, им это и не интересно, да. У них вот учеба, семья, если пойти куда-то тусоваться, то они с друзьями, там, ну, такие спокойные, да, моменты. И мне кажется, такие девочки вполне все готовы и в 25, и, возможно, в 23, как бы, да. Закончили учебу, там, пошли куда-то работать, есть у них половинка, прекрасные перспективы, есть где жить, ушли в декрет. Все прекрасно. И тогда, конечно, да, ребенок подрастает, и ты еще, там, 25, тебе 29, ты еще полон энергии, там, снимку, ралесить как-то. Вот, поэтому все это, конечно, это индивидуально. Вот если кто-то слышал такую мою установку, что в 30 лет, да, это чисто для меня сработало. Но в целом энергии уже не отпущить. Все, жарим-парим, встречаем гостей. Так, ну что, гости дорогие, приехали. Настя уже поела. Виталик все никак поесть не может. Телефон не дает. Телефон не дает. Раскрашит. А, это, кстати, блин, ну ладно, раскрашивай, я думаю, ничего страшного. Это вот это, помнишь, ты спрашивала, а что это у Дэнни такое, он сделал красивое на вот этой штучке? Помнишь, светилось еще? Это вот, вот, благодаря вот этим вот шаблонам. Ну ладно, пусть раскрашивает. Это вот здесь, это он светится, здесь он. Ну, он как бы переводит, да, он... Ну, короче, я не найду просто эту штуку сейчас, он куда-то ее закинул. Ты наелась, кстати, Настя, может, будешь вот такие? Ты большие не ела, ты оладушки ела. Но вкус такой же, из того же теста. Дэнни, ты что маешься? Ты что маешься? Сейчас мы решаем, куда поехать, короче. Виталик зовет куда-то, а куда? Новочеркасск? Старо-Черкасск. Старо-Черкасск, говорит, там пляж хороший такой, песочный. Вот, и я думаю, тоже поехать с ними. Пачку целую людей собираются брать. И всей толпой поедем. Так, Виталий рисует очень серьезный рисунок. Это не просто так. Да, рисунок с майки. All is ok. Что мы сделаем ей? Какой-нибудь бантик, чтобы это было понятно, что это... Девочка? Ну и такое вот. Срисовывайте вы великолепно. У нее нет бантика. Нет бантика, это уже импровизация. До рисовки. А что еще? Еще вот такую вот эту кляксу можно нарисовать. Видишь, на носике такая? Каким цветом? Ну, красным. И нос разрисовать красным. Или черным. А что ты, кстати, не черным рисовала, а красным. А есть черным? Вон. Я думал, ты такой стирал-стирал. Прошло 10 минут. Пока я тут готовлюсь, Деньки. День рождения, как мы будем отмечать тут? Где? Всякие места интересные еще. Ну, день рождения еще, кстати, не скоро. Еще, считай, сколько? Два месяца, да? Но уже пора готовиться, потому что бывает все занято. Быстро. Короче, ребята, тут уже целую картину нарисовали. Да, вот тут со всеми цветами. Жалко будет стирать потом. Так, мы выходим. Покажи рюкзак свой новый. Рюкзак. Рюкзак, это, кстати, найковский рюкзак. Не помню, я сама его покупала или мне дарила его Любашка. Не помню прям. Ну, короче, мы рюкзак свой в садике забыли. И без рюкзака вообще жизнь не мила. Там у него полотенце его и водяной пистолет. Все, мои хорошие, мы сели в машину. Сейчас уже трогаемся. Через буквально 4 минуты мы должны быть на месте. Но мы здесь рядом находимся, поэтому, я не знаю, Виталька еще может и задержится. Мало ли какая там дорога. Хотя все должно быть ровно. Встречаемся, едем, в общем-то, в Старо-Черкасск. Не помню, сколько километров, но ехать вроде бы 30 минут туда. Посмотрим. Я давно там не была. И, конечно же, с братом. А с кем я еще могу туда поехать? Вот так вот вдвоем с подружкой куда-то или там девчонками. Как-то я бы не рискнула, наверное, даже. Не, хотя можно было бы, но еще пока компанию найти. А вот с братом, с мужчиной, самое то, ехать куда-то в Старо-Черкасск или еще куда-то. Он у меня путешественник любит. Поэтому я не могу отказываться. Я пользуюсь случаем, пока брат куда-то едет, и все хорошо. И, кстати, вообще, только он ушел, я думаю, что меня высыпало все это время. Ни сном, ни духом. Короче, купаться мне опять нельзя. Не вдаюсь в подробности. Все понятно всем, да? Так, ребята наши, вон они приехали уже. Еще с нами поедут девчата с детьми. Точнее, одна девушка с ребенком еще поедет. Мамочка, пожалуйста. Вот сейчас едем по Аксаю. Смотрите. Такой уютный городок, кстати. Какая-то улица. Улица Садовая в Аксае есть. Вот, смотрите. Мне нравится здесь. Симпатично. Мы едем, да, через Аксай. Мы повернули. Какой-то домик красивый. Люблю маленькие города. Не знаю, почему они у меня вызывают какой-то уют такой, знаете. Как-то хочется-то типа спрятаться в маленький город. И так это... Ну, Ростов у нас, в принципе, достаточно уютный город. Хоть он и большой, и все, что нужно тебе есть. Вот, но... Москва это огромный. Хочется найти... Прямо мне в Москве тоже всегда хотелось найти какой-то район, знаете. Вот, например, находишь какой-то район, да. И вот ты в своем райончике, как вот для тебя это твоя Москва. Начинаешь куда-то выезжать там далеко, в пробки, шоссе, третье кольцо, это все. Хотя я себя достаточно уютно и в Москве чувствовала. Но все равно. Вот когда вопрос семьи, я поэтому в Ростов и уехала. А помимо Ростова есть еще маленькие города. И когда я их проезжаю, мне еще уютнее становится. Я думаю, блин, классно. Хотя практика показывает, что долго в уютных маленьких городах я не могу жить. Мне сразу нужно что-то масштабное, суетное. Прикиньте, стоим на мосту, едут машины и машину трусет вот так вот. То есть мост вот так вот. Обычно вот такой вот мост. Смотрите. Я такая стою, не могу понять, меня качает или что. Вот машина едет, здорово. Что мы стоим, короче? Вы нища какая-то здесь вообще? Видите, шатает. Блин, батарейка садится, чую. Смотрите, вот там они песочек забирают и везут потом на строительство куда-то. Не видела никогда, что так делают. Ай, вон песок, да. Короче, где-то песка... Красивый песочек. Где-то песка навалили кучу. Потом едут оттуда, по чуть-чуть берут. Работы тут какие-то идут. Струйка. А, понятно, что мы стояли, потому что здесь пропускают. Ясно. Едем через какие-то поля. Куда меня вес везет? Вес-то куда меня везешь, бля? Теперь повернули. В какой-то поворотик. Через 200 метров поверните налево. Теперь такое ощущение, что мы едем по какой-то деревушке. Если честно. Ну, типа, знаете, такие, да, частные дома. Через 300 метров поверните направо. И уже вот как бы рядом пляжик уже будет. Это, наверное, Старо-Черкасска есть, в котором я ни разу не была. Я была в Новочеркасске, по-моему. И я помню, мы, по-моему, с Леной ездили. С Аленой, темненькой моей подружкой. Она училась, по-моему, в Новочеркасске. И, возможно, мы туда однажды ездили тоже на какой-то пляж. Вот, интересно, а за люди? Блин, какой классный парк здесь небольшой вообще. Очень аккуратненький здесь люди гуляют. Единственное, что здесь нет ни одного тенька. Блин, прикольненько. Вот мы едем вот так вот по улочкам. Так пострижены эти кусты красиво. А вот тут уже, смотрю, ставят машины все. И нам, наверное, надо. Вот мы и приехали. Смотрите, какой пляж. Зеленая вода, соленая. Стоишь это. Так, а ну-ка, под ноги. Ух ты, можно на таком штучке покататься. Я по-русски говорю, да? На таком штучке. Глянь, Дэнь. Кораблик. Кораблик какой-то. Так, здесь будем фоткаться, значит. Наверное. Короче, вот такая милота какая-то здесь интересная. Парк такой даже. Какие-то развлечения. Классно. Девчонки вон. Кафешки даже какие-то есть. Шашлыки вон жарят. Прикольно. Прискакал? Вы только посмотрите, какое место у нас, оказывается, есть. Вообще, а я и не знала. Нафиг на море? И зачем вообще куда-то далеко ездить? Шик-блеск. Сейчас посмотрим, какая здесь водичка. На ближу. Сейчас упадем куда-то. Вон биотуалетики вон они рядом. Раздевалочки. Кафешечки. Горячо? Горячо. А я говорила тебе. Прозрачная водичка. Смотрите, какая. Так уже вечер. Наши детки. Дэня с пистолетом. На улице жарко. Классно. Нравится? А! Ты что, маму стреляешь? А! Вля, как попадает еще. Девочки, продолжаю снимать на телефон. У нас боевое ранение. Здесь у спасателей не было ни пластыря, ничего. Это добрые люди, соседи нашли пластырь у себя и дали нам. А нам до этого спасатели забинтовали все. Но так купаться как бы не очень комфортно. Вот. Дэнька поранился. Говорит, он пистолет. Вот, наверное, вот эта штука выпала, и он как-то порезался. А что же делает наш Дэнечка? Смотрите. Дэнни, это ты все сам сделал? Дорогу раскопал. Дэнни, на самом деле, это кто-то здесь раскопал, а Дэнни тут вот наоборот, я смотрю, по-моему, закапывает. Короче, солнышко такое классное, сердечко. Солнышко классное. Дэнка играется. Настя, ты иди, я тоже хочу в зал. Народу, кстати, не очень много. Хорошо здесь. Здесь даже есть местечко, видите, огорожено сеткой вот так вот. И можно вообще не беспокоиться, когда здесь дети даже без круга. Так, ушуршал куда-то все дальше и дальше. Так, все, мы уже потихоньку собираемся. Виталик там моет Дэннику. Одел ему один на руках. Что написано, Настя? Ты мне его чистенько вонесешь уже, да? Ну да. Мамку сфоткаешь, Дэнни? Да. Да? На новый телефон еще сфоткал? Ну да. Покажи ей, что ты хочешь ей показать. Салик завернул в первое попавшееся полотенце. Пока никто не понимает. Это Алиса, наверное, вообще, да? Ты мне в небо загнелось. Дети бы замерзли маленькие. Ну что, мы сели в машинку. Все, в общем, мы отправляемся. Нагулялись. Стоянка пустая. Детань, ты что, меня не заделал? Точно. Не переживай, все хорошо. Поехали. Привет, Детань. Сейчас, секундочку, вы что? Орю тебя. Обнял, поднял, заплакал. Все, давай. Целую. Все, если что, едите за нами, если опередите, то едите вперед. Хорошо. Доброе утро, мои хорошие. Доброе утро, мои хорошие. Все делаю себе завтрак. Уже время завтракать. Деньку отвела в сад. Все хорошо. Сейчас расскажу, как, что мы вчера вечер закончили спонтанно как-то. В общем, гранолу вот эту буду сейчас пробовать. Низкое содержание сахара. Бесоли, пальмового масла. Вот такая, я думаю, гранола запеченная. Сейчас попробую ее на сладости. Все такое. Сейчас я ее залью кефирчиком. Кефирчик будет у меня вот такой вот однопроцентный. Из кореновки. Вот. Чуть-чуть постоит. Я люблю, чтобы оно набухло. Знаете, уже очень вкусно получается. Та гранола, которая была у меня до этого, она была очень сладкая. С содержанием сахара, все дела. А эта? Блин, она не сладкая. Но можно сахарозаменитель сюда кинуть. Ну, для начала я ничего не буду кидать. Пусть она, короче, как следует набухнет. Я хочу попробовать ее сначала без сахара. Насколько она вкусна. Фух, залила, пока стоит. Доброе утро еще раз, девочки. Да, вчера просто мы пришли с этого, приехали с Старочеркаска, да, уже забыла. Приехали, пришли, быстренько искупались и, ну, обмылись от этой воды. И Деньку уже уложила спать. Пока его уложила, чуть пошла сериал, глянула и тоже уже вырыбалась. Короче, полдвенадцатого легли спать. Вот, проснулась, сейчас его в садик отвела. Все хорошо. Все, начала монтировать. Тут новые идеи какие-то приходят, интересные, вот. Короче говоря, все прекрасно. Все прекрасно. Че-че-че-че-че-че. Сейчас буду завтракать, монтировать видео. Сейчас быстро сгоняю вниз в магазин. Там кое-что видео буду снимать. Вот. Кристинка вот пишет мне тут, как дела, доброе утро. Сейчас буду рассказывать, что-то там интересненькое. Вот. В общем, позже увидимся. Все, размякла уже эта гранола. Она вообще не сладкая. Я ее подсахарила чуть-чуть с сахарозаменителем. И вчера еще брат привез мне много малины. Так что мне сегодня супер завтрак. И посыпала кедровыми орешками. Так что вот такой у меня супер-мега полезный, вкусный завтрак. Так, мои хорошие, сегодня я буду запекать курочку. Это бедрышко. Вот такие вот у меня давно уже покупала. Надо их быстрее готовить. Не буду их даже резать пополам. Грибочки. С овощами буду я все это дело есть. Мексиканская вот такая смесь. Овощная смесь. Я ее тоже сейчас туда рассыплю. И все это замиксую в соусе терияки. Вот такой без сахара. Низкокалорийный соус. Все будет такое сладенькое. Я люблю курочку в терияки соусе. Так, прям замороженную прям сюда. Бару. Вот, сколько смеси. Так, все это дело я сейчас поливаю соусом. Вот так. В общем, вот так все получилось у меня. На дне получается у меня вся эта смесь. И в духовку на 45-50 минут, на 240 градусов. Отправляем. 45, может быть, готово. Итак, сейчас я достала с холодильника Денькины пряники, которые мы брали в моде. Да? Будем сейчас рисовать. Сейчас откроем, будем на них рисовать, а потом кушать. Так вот рисуешь. Вот так зигзаг. Понял? Вот так. Ты давишь? Давишь. Дави. Вот, и мама тут чуть-чуть-чуть давит. Надо сильно, короче, давить. Во. Вот так вот, красивочки, красивочки. В общем, вот такая красота у нас получилась, да, Денька? Красота. Теперь можно кушать. Вкусно? Да. Ну, приятного аппетита. Понравилось тебе? Да. А маме дайшь попробовать? Да. Очень хочу попробовать. Ну что, мои хорошие, вот такая вкуснотища у меня получилась. Сейчас буду пробовать. Я, кстати, сегодня реально очень плохо ела. Я позавтракала хорошо, может, показывала вам овсяночку, ну, гранолу, да. А потом просто реально за весь день я съела всего два бутерброда и больше ничего. И выпила чашку кофе. И вот это единственная моя еда. Она была раньше ее готовить, но я была занята. Овощи вкусные. Ну что, сегодня опять такой сумбурный день получился. Я сегодня на самом деле целый день снимала, целый день монтировала. Ну, то есть не целый день снимала, а то есть я и смонтировала там, сколько я сегодня? Три видео смонтировала, по-моему. Сняла одно видео, переписывалась очень много важных, полезных. В магазин сходила, важных, полезных переписок было. Вот. Короче, целый день сегодня что-то делала. И уже подняла голову опять время. Шесть часов пошла за малышом в сад. Потом решила приготовить. Да! И смотрела сериальчик. Сейчас время 20 минут. Десятый. Денечка, выключай свет, иди скорее. Под нами живет малыш маленький. Так что тихонько ложимся спать. Тихонько. В общем, ложимся. О, китайцы. И чик. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.